Санкт-Петербург. Это город, который можно исследовать бесконечно. Он хранит в себе громадное количество тайн и загадок. Мы создали этот видеогид для тех, кто в Санкт-Петербурге не в первый раз. Для тех, кто хочет сойти с проторенного маршрута и немного погрузиться в менее заезженную часть этого удивительного города. А для тех, кто в Питере впервой, у нас на канале есть полный видеогид, где вы узнаете о всех популярных развлечениях Санкт-Петербурга. Ссылка появится наверху и в конце этого выпуска. Если вы впервые на канале, то нас зовут Тимур и Алена. И мы охотники за необычным. Погнали за необычным в Санкт-Петербург. А мы бежали, чтобы не пропустить закат с крыши одного из иконических зданий на Невском. Именно с этого необычного развлечения для искушенных туристов мы начнем наше исследование Санкт-Петербурга. Нас встретил гид компании экскурсии по крышам Петербурга от Лехи. И расскажи про безопасность. Везде дорожки проложены. Это специально делается для того, чтобы люди себя чувствовали комфортно, в том числе и в дождь. Это очень важно для нас, чтобы нога ни у кого не скользила, все могли передвигаться спокойно, независимо от возраста. На закат всегда большие группы собираются. Иногда бывает 30, иногда бывает 60, но она делится на две части. Пик сезона, там июль, август, июнь, да, и закат. Понятное дело, что желающих будет очень много. Поэтому, да, поэтому много народу набирается. Вы фотографируете, помогаете людям. Когда 10 тысяч человек сфотографируешь, понимаешь, там где хорошие ракурсы. И в действительности у ребят экскурсии поставлены на поток. Все очень хорошо организовано и вполне безопасно. Поэтому оставляем их контакты в описании. После романтического заката на крыше мы неспешно прогуливались по Невскому в сторону нашего отеля. Вечерний Питер можно расценивать как отдельную достопримечательность. Здесь своя собственная жизнь. Атмосфера не похожа ни на какой другой город в мире. Уличные артисты, музыканты, ресторанчики. Все преображает город и делает его совсем другим. На следующий день утром я отправился исследовать самый мистический объект, Санкт-Петербурга. С ним связано больше легенд, чем с подземельем Хоувардс. Это легендарная ротонда. Место стало культовым в 80-е годы прошлого века. Время появления неформальных движений среди советской молодежи. Здесь собирались представители разных субкультур. Рокеры, хиппи, панки. С местом связаны десятки различных легенд. А еще говорят, что все пожелания, написанные на стенах ротонды, имеют свойство сбываться. Также есть легенда, что в подвале ротонды проход в иные миры. Рассказывают случай, когда туда вошел молодой парень и вышел глубоким стариком, хотя прошло всего 15 минут времени. Но есть документальные факты, что ротонда в древние времена была местом встречи масонов и любимым местом Распутина. Чем бы это место не было, посетить его однозначно стоит. Хотя бы, чтобы послушать невероятную акустику. После ротонды я решил пройтись до еще одного культового места питерской рок-тусовки. А дорога моя вела через вот этот архитектурный шедевр. Друзья, а это улица Зодчего Россия. Самая симметричная улица Санкт-Петербурга. Как обычно, в описании все карты с точными координатами. Напротив московского вокзала во дворе колодца находится одно из самых знаковых мест питерского андерграунда. Итак, друзья, улица Джона Леннона. Вот такое вот неформальное место. Официально улица так и не получила это название, так как называть улицы Санкт-Петербурга можно только именами проживавших тут известных личностей. К коим Джон Леннон не относился. Но лидер российского бетломанского движения Николай Васин не отчаялся. И после многих попыток переименовать улицу официально просто повесил знак и указатель наверх. Мол, улица проходит по небу и под юрисдикцию чиновников не попадает. Сейчас это уютный барчик, арт-пространство и место для концертов. Да, друзья, еще здесь стоит просто прогуляться по улочкам вокруг улицы Джона Леннона. Здесь прямо такие аутентичные дворы в граффити, разрисованные все, ну довольно-таки интересные. Расскажу вам о отеле, в котором мы остановились. Я его добавлю как одну из необычных достопримечательностей этого города. Почему? Очень просто. В Санкт-Петербурге надо хотя бы один день пожить как настоящий аристократ или богатый купец Российской империи. А сделать это можно в бывшем доме купцов Елисеевых, ныне отель Италион Империал. Когда мы туда первый раз вошли, мы подумали, что это филиал Эрмитажа. Я бы даже сказал, что самая красивая его часть. Посмотрим, что у нас заново. Сейчас мы вам покажем. Мы не любители рум-туров, но иногда мы просто не выдерживаем, поэтому показываем, делимся с вами. Алена, как практикующий архитектор-дизайнер и любительница классического стиля, была просто в восторге. Ну а я представлял себя богатым петербургским аристократом. Отель нас прямо с головой погрузил в прошлое. Друзья, мы на самом деле этот выпуск хотели построить, сняв необычный Петербург. И мы думали, какие места нужно снять, чтобы этот выпуск был действительно про необычный Петербург. И мне пришла мысль, что самое необычное, мне кажется, в Питере, это огромное количество сфинксов, львов, разного вида кошачьих. И мы решили сделать вот такой квест по поиску этих вот прекрасных монументов, чтобы показать их вам, и чтобы у вас тоже возникло желание приехать в Питер и обойти их все. Изначально Алена предлагала сделать квест по всем львам. От этой идеи мы отказались, так как кошачьих и львов каменных здесь очень много. Поэтому сфинксы это самое то, мне кажется. Их всего лишь там 5 или 6. Итак, добавляем первых наших сфинксов на берегу реки Малая Невка в копилку. В этом выпуске мы попробуем увидеть их всех. А вы знали, что в Санкт-Петербурге находится самый необычный в мире буддийский монастырь? Погнали, посмотрим, чем он необычен. Он находится немного вдали от проторенных дорог, поэтому придется проехать через несколько островов. Во-первых, ему уже более 100 лет, хоть выглядит новоделом. Да Цангузэй Чайней открыт прямо перед революцией в 1915 году. Такое ощущение, как будто он на скале, вот как в Тибете, на вершине мира находится Тибет. Это самый дорогой буддийский храм в Европе из-за стен из колотого гранита. Также он считается первым оплотом буддизма в Европе и до 2014 года был самым северным в мире. Ну а, друзья, в Датсан мы не успели. А внутри однозначно есть что посмотреть необычного. Стены этого чуда света расписывал сам Николай Рерих. Также здесь стоит реконструкция разбитой большевиками статуи Будды, подаренная самим Рамой Пятым. Вообще, если пошла азиатская тема, то стоит упомянуть Сад Дружбы — небольшой кусочек Китая в центре Санкт-Петербурга. Сад является уменьшенной копией шанхайского сада Юй-Юань — сада радости. Вам в копилку еще один необычный кусочек этого города. По пути назад в центр города из буддийского Датсана мы решили заехать и повидать еще парочку сфинксов. Это оказались самые дальние сфинксы от центра города. Давайте вернемся в отель и я вам расскажу, почему он в нашем списке необычных мест. Мало кто знает, но в этом здании был временный зимний дворец императрицы Елизаветы Петровны. Затем тут жил Грибоедов. И в 1858 году он стал семейным домом купеческой династии Елисеевых. И только в 1997 году в полностью обновленном здании был открыт отель Тальон Империал. Здание, как вы видите, сохранило душу королевских палат. Стены еще помнят атмосферу шикарных баллов и роскошных обедов. В этих залах, которые можно взять у отеля в аренду, любое проведенное мероприятие, будь то роскошная свадьба или бизнес-банкет, станут незабываемым событием в вашей жизни. Также по отелю проводятся туристические экскурсии. И поверьте нам, здесь есть что посмотреть и чем восхититься. С утра, отлично отдохнувший, я направился дальше искать сфинксы. Так, друзья, еще два сфинкса в копилку. Эти сфинксы от известного скульптора Шемякина. И особенность в том, что они как бы половина это сфинкс, половина это череп. И памятник очень интересный, тут много интересных надписей. Памятник жертвам политических репрессий. Вот. Такой у нас челлендж небольшой в этом выпуске, в этом гиде. В погоне за необычным это первым делом выход за рамки обычного. Освободите себя от оков обыденности, сделав этот шаг вместе с нами на нашем телеграм-канале. Спускаюсь в метро и отправляюсь на Александровский остров. Кстати, метро это еще одна достопримечательность Питера, но о ней я рассказывал в прошлом выпуске. Итак, наша очередная, не совсем заезженная достопримечательность, это макет знаковых архитектурных шедевров Санкт-Петербурга из бронзы. Так называемый мини-город. Друзья, если гулять по городу вам надоело или вы вообще не из тех, кто хочет пешкодралить, то приезжайте сюда. За каких-то пять минут вы увидите все знаковые места этого города. Мини-город открылся в 2011 году под спонсорством Газпрома. Особенно посетителей привлекает так называемый стол Зочи. Там специально предусмотрен стульчик для фотографирования. Друзья, модельки реально очень детализированные. Вот посмотрите вот на эти бронзовые скульптуры. Крыто, да? Тут же за забором находится музей для мальчиков. Я проезжал это место много раз, но никогда не обращал внимания. Оно даже не входит в список значимых достопримечательностей Питера. Но попав сюда, я понял, что это место должен посетить каждый любитель военной техники. Итак, музей бога войны, артиллерии. Вот эта вот машина с двумя винтами там сзади. Это подводный миноискатель. Здесь собрано воистину громадное количество пушек и ракет всех времен и нескольких стран. Изначально я планировал провести тут полчаса. В итоге, за два часа я только успел быстро пробежаться по экспозиции. Танк с вот такой вот громаднющей ракеточкой. Только посмотрите. Даже не знал, что такие есть. Из музея артиллерии через Биржевой мост я отправился, пожалуй, к самой странной достопримечательности этого города. А точнее, музею всего странного кунсткамере. И только посмотрите на атмосферу летнего Петербурга. Летают вертолеты, ходят катера, куда-то движутся толпы прохожих. В погоне за необычным я доехал до музея всего необычного. Именно с этой целью Петр Первый основал, как считается, самый первый музей в Российской империи. И это небезызвестная кунсткамера. Хоть музей супер популярный, с громадными очередями на входе, я его не включил в основной выпуск по Питеру. Так как считал, что он явно не для всех, из-за экспозиции уродцев, представленной здесь. Пока я пытаюсь их отыскать, давайте узнаем о самых необычных байках про это место. Первое, это то, что Петр Первый выбрал место для музея, увидев растущую, необычно выгнутую сосну. Второе, он лично издал указ угощать рюмкой водки всех, кто сюда придет с компанией. И третье, он издал указ о наградах за сданные в музей так называемые подарки природы и штрафы за их сокрытие. Азия, Африка, Китай, Индия, вся Россия, прямо здесь собрано все. Фактически это оказался этнографический музей. Я его представлял совсем другим. Экспозиции уродцев, это пару баночек с эмбрионами, рядом с которыми копошились люди. А вот этот экспонат оказался скелетом человека-гиганта, француза Николя Буржуа, который служил лакеем у Петра Первого и не бросил службу даже после смерти. У музея были еще живые экспонаты. Самым известным был Федор Игнатьев, который прожил в стенах музея 16 лет. Ростом он был всего 126 сантиметров. На ногах и правой руке у него были по два пальца, напоминающих клешни. А это, друзья, лично кабинет Ломоносова. Круто, да? Это всего лишь этнографический музей. Ничего общего с уродствами и с анатомией тут нету, кроме маленького стенда. Друзья, согласитесь, значительно приятнее, приехав в незнакомый город, иметь там своего друга или приятеля. За пару минут такого общения вы можете узнать гораздо больше, чем за часы, проведенные в сети в поисках маршрутов и достопримечательностей. И, если честно, все самое интересное никогда не выставляется на показ. Мы на нашем канале порой выискиваем необычные места, которых нет в туристических гидах. И наш секрет в том, что мы часто консультируемся с местными. С сервисом Tripster найти местного гида стало очень просто. Тут вы можете связаться с местными жителями, которые проведут вас по самым интересным маршрутам, расскажут о необычных достопримечательностях, а может быть даже пригласят домой на чашечку чая. Их советы способны сделать ваше путешествие значительно интереснее и проще, минуя все ловушки для туристов. Специально для подписчиков нашего канала в погоне за необычным Tripster дарят скидку на экскурсии и туры с местными. Получить ее можно по ссылке в первом комментарии к этому видео. Продолжаем нашу охоту за сфинксами. Пара других находится напротив Академии художеств. Это отнюдь не творение местных скульпторов. Это оригиналы, привезенные из Египта, созданные в 14 веке до н.э. Они также считаются лучшими из сохранившихся портретов Аминхотепа III. Друзья, мы наконец-таки вдвоем идем в спа и в бассейн. Сегодня на сандэй. Каждый день ковер с названием дня недели. Кстати, нам на ресепшене сообщили, что у них самый большой бассейн на крыше отеля в России. Как раз его сейчас и увидим. Да, я видела фотографию, но фотография не передает всей полноты картины. Да. Собственно, даже из-за этого вида. Стоит здесь остановиться. Расположение отеля заслуживает отдельного внимания. Только представьте, мы сейчас прямо через дорогу от Дворцовой площади из самого Эрмитажа. Очень комфортные номера, просто шикарное обслуживание, 25-метровый бассейн и спа в одном флаконе. Просто идеальное место для отдыха в этом необычном, прекрасном городе. Утром я вышел из отеля и направился в соседний дом-колодец. Ну и самые маленькие сфинксы. Вот они находятся во дворе Строгановского дома на Невском. Вот такие вот маленькие. И вы можете этим закончить ваш такой небольшой сфинкс-челлендж. Как я уже говорил, локации всех сфинксов будут отмечены на наших картах в описании. И вам удачной охоты. А теперь я отправляюсь в самую странную церковь Питера. Все типичные обители Бога уже были в прошлом выпуске. Сейчас у нас необычная сгоревшая лютеранская церковь. Правда, меня туда не пустили, там шла экскурсия. А вам я все-таки покажу, что же в ней необычного. Итак, как видно на фотках, это сгоревшая заброшенка. Но это совсем не так. Церковь сознательно после пожара оставили именно в таком состоянии. В ней идут нормальные служения. Также проводят экскурсии и выставки. Видать, подумали, что покрасив назад в белое, она станет обыкновенной церковью. А так, это уникальное пространство, которое привлечет еще больше последователей. Кстати, лютеранство – это одно из наиболее старых протестантских течений христианства. Проповедуют лютеранство в основном жители скандинавских стран и Германии. Ну и под конец расскажу вам о самой главной достопримечательности этого города. Это петербуржцы. Даже при таком количестве туристов, они остаются очень доброжелательными, приветливыми и культурными. Это сразу чувствуется и на дорогах, и в магазинах, и даже если вы автомобилист. Могу смело сказать, что таких культурных и уступчивых водителей я не видел ни в каком регионе России. Спасибо вам, дорогие петербуржцы. На этом мы заканчиваем наш выпуск о немного менее заезженных закутках этого великого города. Если вы не смотрели наш полный гид, где мы исследуем более 40 популярных достопримечательностей Питера, то обязательно посмотрите. Это видео, наверное, самый популярный гид по Санкт-Петербургу на YouTube. Не скупитесь на лайки и напишите в комментариях, что мы пропустили. До скорых встреч на канале. С вами путешествовали по Питеру Тимур и Алена. Пока.